Глубоко уважаемые члены президиума 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 Лимфодисекция. При отрицательном лимфатическом узле выбрано также наблюдение. Ну и та группа, которая говорила о первой, выбран был именно путь по лимфодисекции. Конечными точками в этом исследовании была обязательна эта меланомоспецифическая выживаемость и вторичные конечные точки, это безрецидивная выживаемость, выживаемость при N+, при N- по данным биопсии сигнальных лимфатических узлов. И также частота метастазов, выявляемых в сторожевых лимфатических узлах. Хотелось бы сказать о том, что в этом исследовании было обнаружено статистически значимое различие в отношении безрецидивной выживаемости между группами в группах наблюдения, где речь идет о меланоме промежуточного диаметра по данным Бреслоу и по толстой меланоме, о которой также будет в последующем сказано. Но между тем было обнаружено также статистически значимое различие в отношении безрецидивной выживаемости в группах наблюдения и пациентам, у которых выполнялась биопсия сигнальных лимфатического узла, как в группе, где имелась промежуточная меланома, так и в группе, где была и толстая меланома. Исследование, о котором также представлено на слайде, это исследование 10-летней выживаемости пациентов. В эту группу были включены пациенты, у которых были не тонкие меланомы, а именно промежуточный диаметр меланомы и меланома толстая. И, как видите, при положительном статусе биопсии сигнального лимфатического узла мы видим, что у этих пациентов более худший прогноз при положительном лимфатическом узле. Но и, посмотрев различия слева, как видите в таблице, при толстой меланоме, при положительном лимфатическом узле, рецидив выявляемости и положительный лимфатический узел 48 и 45 процентов. Хотел бы сказать о том, что, выполняя это исследование, наши коллеги пришли к выводу, что для пациентов с промежуточной меланомой, по бреслу это 1,5 до 4 мм меланомой, с клинически оккультными метастазами, мы видим, что раннее вмешательство снижает риск регионального рецидива. Частоты отдаленных метастазов и смерти, связанных именно с меланомой. То, о чем мы говорили, что являлось первичными и вторичными точками для исследования. При исследовании, при меланоме, бреслу больше 4 мм меланомы для время выполнения лимфодисекции имеет меньшее значение в отношении отдаленных исходов. Между тем, хотел бы сказать, что значение биопсии сигнальных лимфатических узлов заключалось в уточнении стадии прогноза, что является важным на самом деле действительно в этом исследовании, что необходимо понимать стадию пациента и тем самым определяя прогноз, и в дальнейшем принятие решения в проведении одевантной иммунотерапии. То исследование, о котором говорилось ранее, ДЕКОК-СЛТ, мы говорим о исследовании, это третья фаза исследования, которое также было представлено в 2016 году, пациенты в наблюдении. И это исследование достаточно крупное, о котором говорится и много по данным литературы, и на него есть очень много ссылок, поскольку этих исследований, по сути, немного. Но хотелось бы сказать важным, что в данном исследовании в целом это меланома локализации исключающих опухоли головы и шеи. Прежде всего, хотелось бы сказать об этом, поскольку дальше я буду говорить именно об опухоли головы и шеи в сравнении, и так как мы не можем экстраполировать данные, полученные при исследовании меланомы, конечности и туловища, на опухоли головы и шеи, поскольку биология распространения и лимфотока головы и шеи не может быть именно похожи на лимфоток при других локализациях. И, соответственно, в этом исследовании было представлено 483 пациента. Как видите, они были разделены достаточно один к одному практически. В одной группе пациентов при положительном инстатусе выполнена лимфоденектомия, во второй группе было выбрано наблюдение. Ну и, как видите, не получены статистически значимые различия в отношении отдаленных результатов, которые были представлены между обеими группами. И хотелось бы сказать о втором исследовании СЛТ-2, в котором уже мы видим, что включается группа пациентов с опухолями головы и шеи. Как видите, такой же дизайн исследования. Это биопсия сигнальных лимфатического узла, появляется N+, и пациенты рандомизируются на две группы. Наблюдение – это ультразвуковая диагностика, это в первой группе пациентов, и в второй группе пациентов выполняется лимфодисекция. Ну и, как видите, это исследование действительно выполнено именно при, если с учетом именно головошейных пациентов, мы видим, что меланомоспецифическая выживаемость практически одинаковая. Она представлена что в первой, что в второй группе. Продолжительность и наблюдение этих пациентов составила 43 месяца. Как видите, при исследовании пациентов в группе наблюдения и в группе выполняемой лимфодисекции составляет также в наблюдении 0,8-1,6%. Какие же результаты были получены и обоснования выполнения или невыполнения? Мы видим, что по результатам этих исследований и ДКОК-СЛТ и МСЛТ-2 лимфодисекция при положительной лимфатическом узле, меланомы кожи, результатом не приводит к улучшению отдаленных исходов. Но, опять же, обращаясь к тому, что лимфодисекция, выполнение ее, она по этому исследованию приводит снижение к частоту местных рецидивов, но не увеличивает меланомоспецифическую выживаемость. То есть практически мы видели в предыдущем слайде, что практически одинаково. И Н-плюс статус является независимым, сильным прогностическим фактором. То есть мы в зависимости от лимфодисекции проводимой или непроводимой, мы видим, что он определяющим является в дальнейшем ведение лечения этих пациентов. Конечно же, в дальнейшем вопрос, если встает вопрос у адеванта иммунной терапии, это является определяющим. Хотелось бы обратиться также к этим рекомендациям, поскольку они были уже несколько раз представлены предыдущими коллегами. Хотелось бы сказать о том, что мы опираемся не только на эти рекомендации, но у нас есть большое количество препаратов, которые на сегодняшний день возможно применение и достаточно успешно получить эффект от проводимого лечения. Ну и, как видите, в данных рекомендациях обязательно является все-таки рассмотрение биопсии сигнальных лимфатических узлов. И как представлял Григорий Владимирович о том, что в 2019 году что было и как относились биопсии сигнальных лимфатических узлов, на самом деле мы достаточно довольны уже занимаемся биопсией сигнальных лимфатических узлов. У нас вопросов на сегодняшний день нет, выполнение или не выполнение этой процедуры. Хотелось бы понять о том, что будет ли это выполняться рутинно и в других учреждениях, поскольку здесь есть определенные сложности и технического исполнения, и сопутствующих проблем. Биопсия сигнальных лимфатических узлов, мы уже знаем об этом, и есть ряд исследований также, но опять же мы опираемся на наши клинические рекомендации, относительно которых мы выполняем и лечим наших пациентов. Основным важным моментом, опять же, выполнение или не выполнение, почему возникает такой вопрос, потому что, как видите, блок клетчатки, который представлен на данном слайде, и разграничение в данной таблице, о которой говорится при распределении уровней лимфатических узлов, необходимо понимание, если хирург выполняет лимфатическую диссекцию, лимфоденоктомию, пациент, если берет на себя такую ответственность в выполнении данной операции, она достаточно, на самом деле, очень ответственна, поскольку, как видите, представлены группы узлов, и необходимо выполнять именно моноблочно, не оставляя в данной зоне какие-то узлы, выбирая избирательно или не выбирая. То есть, если речь идет о лимфодиссекции, она должна быть, конечно, полной и правильной. Что говорится о срочном исследовании? Срочное исследование, которое, на самом деле, сегодня очень часто задают пациенты вопрос, будет ли срочное исследование выполнено ему во время операции или нет, но, как видите, ряд исследований, в том числе представленных на данном слайде исследования, чувствительность составляет 47% всего. Мы используем эту методику достаточно давно, выполнение биопсии сигнальных узлов, и, более того, выполняем ее также при других локализациях, при плоскоклеточном раке головы и шеи. И большое спасибо нашей службе диагностике, радионуклидной и отделению, кто помогает нам это выполнять и идет навстречу, несмотря на то, что на самом деле есть определенные сложности. И выполняем ее при помощи, в нашем институте выполняется при помощи гамма-файндера. Также есть разновидности различные. Хотела бы сказать о том, что есть различные устройства, и в том числе российского исполнения. Сама лимфосинтеграфия была предложена достаточно давно, и предыдущий докладчик достаточно подробно об этом рассказал. Ну и использование этой методики позволяет нам, конечно, точностью определить лимфатические пути, пути лимфотока от меланомы различных локализаций головы и шеи. Но что хотелось бы указать именно на этом слайде, что у пациентов при расположении в области лимфатического коллектора, как видите, может быть и артефакты, и может быть скопление, очень сложно определить. Но тем не менее у нас службы научились определять артефакты и научились определять действительно лимфатические узлы, которые являются ближайшими сигнальными для лимфотока у этой группы пациентов. Как видите, мы использование, можно, есть различные, на самом деле, устройства, и можно визуализировать и портативная гамма-камера, где мы можем также увидеть нахождение. Мы использовали в апробации данную, поэтому воспользовалась этой возможностью и представила, что имеются различные возможности выполнения, и в том числе во время операции увидеть, визуализировать узлы и удаление этих узлов. Но основная концепция для хирургов головы-шеи – это, конечно, слаженная работа. Слаженная работа хирургов. Когда мы понимаем, когда мы знаем прогноз, необходимо, конечно, психосоматическое и эмоциональное состояние пациента, поскольку это находится на виду и видно дефект. В общем-то, невозможно скрыть одеждой. Порой бывает так, что это действительно очень тяжело для самого пациента, и он никак не может свыкнуться с мыслью о том, что это будет изуродованное лицо, и как они объясняются нам, и не хотят, и многие доходят до такого состояния, конечно, очень сложно пациентам объяснить. Но хотелось бы сказать о том, что именно при исследовании и изучении именно головошейном направлении была достаточно большая группа пациентов, более двух тысяч. Это канадское популяционное исследование, в котором говорилось о том, что выживаемость где лучше, у пациентов расположение на какой части, на лице или при волосистой части головы. Но выживаемость при меланоме кожи здесь было исследовано и сказано лучше, поскольку на волосистой части головы лимфооток немного другой. Также говорится о бульцерации, о том, что необходимо относиться хуже прогноз, когда у пациентов премию узловая форма, или это поверхность распространяющаяся именно при голове шеи. Речь идет о уровне инвазии по Кларку. Также, естественно, при наличии высокого уровня по Кларку, конечно, будет прогноз у пациентов хуже. Есть исследование, которое соединено в этом, о котором говорил предыдущий докладчик, о том, какой мы должны составлять отступ. К сожалению, при голове шеи очень сложно составить отступ, поскольку здесь очень маленькое ограниченное количество мест, и в сантиметрах отойти, и доказано, какой отступ должен был быть, нам очень подробно рассказали предыдущие докладчики. Увеличение краев резекции более 2 см не дает преимущества в отношении безрецидивной болезни специфической выживаемости. Конечно же, хотелось бы понять и о том, что истечение менее 1 см или более, есть ряд исследований, о которых мы, обращаясь, понимаем, что на самом деле очень важным является больше биопсия сигнального узла в этом направлении. Что хотелось бы сказать, и вкратце я постараюсь очень быстро, здесь о том, что необходимо понимать, какой именно будет дефект на лице, объяснить пациенту, какой будет трансплантант. Есть большое количество трансплантантов, о которых мы говорим, и хотелось бы представить о том, что пациент, объяснить пациенту, что мы используем определенный трансплантант, где будет дефект, и как мы будем этот дефект укрывать, пациенты должны понимать. Ну и несколько слайдов о том, что пациенты, которые попадают к нам на лечение, в данной категории пациентов, которым невозможно начать лечение и провести какое-то дополнительное, поскольку здесь есть осложнение, например, обтурация слухового прохода. У этих пациентов также необходимо выполнять реконструктивный элемент, и на эту операцию они должны быть согласны. Данный еще один пример выполнения реконструкции, тоже для того, чтобы понимать, при удалении в области носа, как видите, имеются сложности, необходимо восполнить носовой проход, и для этого выполняется пластика путем перемещения и формирования носового прохода при помощи перемещения помещением кожного лоскута именно внутрь носового прохода. Нужна мультидисциплинарная команда, и это действительно очень важно. Большое спасибо за внимание. Ну и последний слайд, о котором я хотел бы сказать. Прошу прощения за задержку и большой доклад. Хочется много сказать. Мы приглашаем вас на форум Белой ночи, мы приглашаем вас на секцию опухоли головы шеи. Спасибо большое за внимание.